Здравствуйте, дорогие наши зрители. И вот сегодня сбылось то, о чем мы давно обещали нашим подписчикам на канале. Мы посетили магазин Мэры. И посетили мы Мэры, тот, который находится на улице Маза-Калну, то есть в Московском Форштадте, в самом сердце Москачки. И район, известный своей бурной историей и достаточно большой былой славой, но не об этом сейчас речь. И район постепенно меняется. Итак, посмотрим, что же это за Мэры и чем оно отличается от других магазинов. Да, конечно, мы приехали достаточно поздно уже с момента открытия Мэры. Уже побывали все, кому не лень, но, возможно, кому-то будет интересно. Да и не все, в конце концов, проживают в Риге. Мне кажется, за пределами Риги Мэры как таковых, да и нету. Ролик будет достаточно длинный, так что каждый сможет помотать, посмотреть, найти, что ему интересно. То, что неинтересно, то можно смело проматывать. Мэры магазина поддонного типа, где товары стоят на поддонах. Таких, в принципе, которые ориентированы на бытовую семью и на еду, я даже сходу не припомню, чтобы чисто вот такими оперировали категориями магазины. Да, если мы говорим там про какое-то депо или другой строительный магазин, где есть в том числе и данные товары, да, там они могут находиться на поддонах. Но чтобы чисто весь магазин такой на поддонах, по-моему, таких у нас в Латвии нету. Я знаю, что такие варианты в мире существуют. Но у нас как-то вот был один момент Супернета, но он не прижился. И вот теперь появился Мэры. Цены, ну, как сказать, что-то дешевле, что-то дороже. В принципе, мы старались, так как, ну, все заснять практически нереально, да. То есть мы старались и рассказать обо всем. Мы старались сделать так, чтобы в кадр попадало, по возможности, большее количество ценников. Благо, Мэры, они крупные, и можно достаточно хорошо видеть, что и сколько стоит. Поэтому каждый сможет приблизительно сам для себя оценить и сделать вывод, есть ли смысл направляться в Мэры. Потому что я знаю, что некоторые, особенно те, у которых нет машины или подальше проживают, мне, ну, так более-менее негативно относятся к идее посещения. Ехать ради чего имеет ли смысл? Ну, вот, может быть, для кого-то оно будет полезно. Сможет увидеть, есть ли смысл или нет. Немножко забегая вперед, скажу, что для себя мы сделали вывод, что Мэра посещать надо. Некоторые вещи здесь заметно дешевле, чем в других местах. Но это такой магазин, в зависимости, конечно, от частоты потребления и размера вашей семьи. Ну, скажем так, раз в месяц, ну, в два, да, даже скорее, наверное, в два, кому-то, может, и раз в три месяца заехал, скупился бытовой химией там и другими полезными для дома товарами и мелочевками. И потом пользуешься этим. Закончилось, приехав, в довесок взял, к примеру, продукты питания, сладости, еще что-то, что есть в Мэре. Сразу же немножко, опять же, забегая вперед, скажу, что магазин Мэре по ассортименту, ну, наверное, так, на вскидку процентов 60, а то и 70, это непродовольственные товары. И оставшиеся 30% это продовольственные товары. И, учитывая концепцию магазина, то, что в основной своей массе все это дело ориентировано на то, что товары должны быть способны храниться долго. Судя по всему, это сделано по причине того, что если кто-то вот сегодня взял и не купил что-то, то это продадим через месяц, через два, через три. Скоропортищихся здесь товаров вы не найдете. То есть, вариант того, что пришел, купил литр молочка и еще добавил хлебушка, еще чего-то себе, закинул. Нет, это явно не для этого магазина. Здесь товары с длительным сроком хранения. Но, еще раз повторюсь, достаточно широкий ассортимент и можно подобрать на любой вкус. Опять же, подчеркну, бюджетный вкус. Если вы привыкли пользоваться исключительно элитными товарами, то этот магазин явно не для вас. Но, с другой стороны, он и никого не обманывает, он и заявляет себя как дешевый магазин с дешевым ассортиментом. Таких вот, чтобы люксовых брендов здесь нет. То есть, представлено в основном здесь, так, наверное, опять же, очень грубо, на вскидку в процентах, основная масса товаров это Белоруссия, Литва, Польша. Их, наверное, вот большинство. Ну, вот есть, к примеру, вот это мыло, вот забегая вперед, скажу, что это, к примеру, российское мыло российского производства. В других местах я такого не видел. То есть, есть еще российские товары, и есть латвийские товары. Некоторые товары встречались, мы видели, там и турецкие товары были, ну и других стран. То есть, нет такого зацикливания. Но, судя по всему, учитывая определенные связи торговой сети, им, наверное, выгоднее работать именно вот с этими странами легче. Ну, во-первых, они ближе, то есть, меньше мы тратим времени, средств, сил и денег на перевозку этого товара из одной страны в другую. И, во-вторых, эти товары уже, или как минимум фирмы, знакомые жителям данных стран, и, наверное, они более охотно все это дело покупают. И поэтому, вот, легче продать эти товары. Не продовольственных товаров выбор действительно достаточно широкий. Вот, если смотреть какую-то там бытовую химию, косметику, средства ухода там за телом, за лицом, за чем, черт не знает чем, их действительно достаточно много, их много-много, и на любой, вот, именно вкус и выбор, всевозможные моющие средства, средства для очистки различных поверхностей. Да, не всегда от самых известных фирм, но есть. Ну, и, в принципе, мэры надо действовать, как говорится, методом народного тыка. То есть, посмотрел, что из себя представляет, это купил. Если зашло хорошо, не зашло нехорошо. Потому что, вот, скажем, сразу же сказать, что из себя представляет, вот, к примеру, вот этот порошок, а черт его знает. Может, он вещь хорошая, а может быть, он и окажется достаточно большой дрянью. Но люди так вот методом тыка пользуются, проверяют, что-то берут, что-то смотрят, кому-то что-то нравится, он берет. Если не нравится, он этот товар не берет. К примеру, там, вот, такие, с другими товарами легче, которые, вот, такие вот, они не обладают какими-то определенными характеристиками, которые критически влияли бы на их, с этими легче. Но с теми, где надо, то есть, надо только проверять. Потому что в других магазинах вы, к примеру, этих товаров, многих из них, скажем так, многих вы не встретите. Не буду сразу же навязывать свое мнение кому-то на тему хорошее, плохое, потому что мы снимаем уже на третий день после поездки в Мэра. Вот, к примеру, мыло, вот, нам показалось жидковато, жидкое мыло. Хотя оно тоже стоило очень дешево, да, если даже сравнивать, что периодически мы на Эксибазе берем, у нас такая плявня, как база есть, да, 2,47, как вы видите, стоит мыло. Но это реально, реально дешево. Вот, но оно, по нашему мнению, вот именно это, ну, оно как жидковато. Но, опять же, это все зависит от человека, и это не единственное представленное там. То есть, можно выбрать, что вам подойдет. Что некоторые товары были, наоборот, очень хорошие, про которые есть отзывы. То есть, опять же, пойду уже, наверное, по кругу и скажу, что это вам надо самим выбирать, что и где. И иметь в виду, что покупая дешевые товары, вы все-таки сразу же соглашаетесь с тем, что здесь есть определенная доля лотереи. Как уж повезет. Если повезет, вы за дешево купите хороший товар. Если не повезет, ну, тогда, значит, просто вам не повезет. Значит, товар будет не настолько хороший. И вы в следующий раз его брать не будете, а возьмете какой-то из других аналогов, которых, благо, даже в других магазинах можно найти в избытке. Ну, что ж, наверное, будем закругляться с непродовольственной частью магазина Мэра. И обратим свои взоры на продовольственную часть магазина Мэра. Она, конечно, поменьше, но там тоже все-таки есть на что посмотреть и есть из чего выбрать. Теперь, значит, перемещаемся к напиткам, продуктам питания. Ну, и очень широко еще в магазине Мэра представлен алкоголь. Ну, собственно говоря, что я говорю, вы сейчас сами все это и увидите. Итак, часть вторая магазина Мэра. Продовольствие. Ну, конечно, вы сейчас на экране видите не совсем продовольствие. Это уже, скорее, можно отнести к гигиеническим товарам, но не совсем в этом суть. Итак, опять же, наверное, повторюсь, продовольственные товары Мэра, опять же, в основном, предоставлены товарами, которые можно хранить долго. Здесь нет скоропортищихся товаров. Опять же, это вписывается в концепцию магазина, потому что, если речь идет о скоропортищихся товаров, то, наверное, Мэра не совсем предназначенный для них магазин. Основной упор делается на то, что здесь товар может лежать долго. И очень много товаров в крупных упаковках. Вот вы сейчас видите баллоны сока. То есть, они в пятилитровых идут упаковочках, потому что рассчитано на то, что человек приехал, быстренько взял большой объем и поехал. Вот мы не брали эти соки, так что качество какое там я не знаю, но могу сказать одно, цена у них достаточно дешевая, учитывая объемы, в которых они предлагаются. За такие объемы это весьма недорого. В продовольственном секторе также сконцентрирована всевозможная мелочевка для дома. И вот эти вещи как раз тоже при дешевой цене можно брать. Потому что, к примеру, подстилочка, ну какая разница, какое качество этой подстилочки. Учитывая ее дешевую цену, можно взять, в принципе, и пользоваться. Тут уже больше упор делается на то. Главное, чтобы вам цвета подходили. Ну вот мы и добрались наконец-то до продуктов именно питания. Первый попадается нам холодильник с мясом. Ну, скажу честно, мясо нам не понравилось. По виду оно было какое-то подозрительное. И мы даже, честно говоря, не рискнули его брать. Вот как вы видите, моя теща помещает мясо обратно. А теща, моя лучшая экспертиза тому, что если что-то дешевое, его надо брать. Но даже она отказалась брать вот это мясо. Потому что, ну уж очень подозрительно было. Вот индюки, полы индюка 4,49. Всевозможные фарши, всевозможные мясные продукты. Вот, кстати, мы взяли шницеля. Вот они вот сейчас справа видны. Вот крупным планом на экране нашего местного латвийского производителя. 4,94 стоили 5 евро. То есть 450 рублей 2 килограмма. Но я не знаю, как с точки зрения полезности. Ну вот мы их зажарили, а вчера с удовольствием 6 штучек их и апрекодовал. В принципе, 2,50 за килограмм. 200 рублей за шницеля. Очень-очень даже недорого. Кстати, вот тоже пельмешки неплохие. Маленькие. Сразу же, оговорюсь, мы изучили их цену. Они вкусные, но мясо там, по-моему, 38% только в этих пельмешках. А так 2 килограмма пельмешек стоит 2,79. Но вкусно. Но реально вкусно. Да, не так много мяса, но сытно и вкусно. Вот эти мелкие классная штука. Уже тоже было опробовано. Да, то есть вот всевозможные мороженые тоже. 500 миллилитров 42 цента. Это, то есть, 37 рублей. Грубо говоря, на 38, если на рубли переводить для российских зрителей. Но, конечно, состав я не изучал. Вполне возможно, что там жутчайшая химия. Всевозможные, опять же, колбасы. Тоже по достаточно дешевой цене. Но вот, как вы видите, практически все продукты питания сконцентрированы в холодильниках. Цены, кого интересно, может посмотреть. Опять же, плюс в том, что ценники достаточно большие. И их можно хорошо посмотреть. Значит, вот, к примеру, тоже килограмм рыбных этих палочек. Евро 85. Это тоже для нас достаточно дешево. Но вот здесь уже, опять, я не буду заострять внимание на конкретном товаре. Потому что для каждого свои вкусовые впечатления и свои мысли. Но вот есть люди, которые уже были в Мэре. Они говорят, что здесь, да, здесь конкретно иногда встречают среди вот этих продуктов питания и гадость. Не знаю. Но это, опять же, надо пробовать. Может быть, что-то попадется действительно гадкое. Да, то есть, вот мясные блины. Мы их посмотрели, посмотрели и решили все-таки не брать. Литовского производства блинчики. Может, конечно, мы и ошиблись, но решили не рисковать. Очень уж они подозрительно выглядели. Вот рыба. Зубатка норвежская. Филе замороженное. 4,29 за килограмм. Зубатка достаточно дорогая рыба. У нас она называется волчья рыба. Но, мне кажется, я правильно перевел. По-русски она называется зубатка. У рыбаков, которые у нас торгуют в местах проживания рыбаков, это западное побережье Латвии, не сам Рижский залив, а уже где море. И, в принципе, зубатка стоит очень-очень дорого. То есть, в зависимости от рыбака. Но здесь это действительно недорогая цена. И еще учитывая, что она, по описанию, она не на ферме выращенная, а выловленная. Всевозможные чипсики, печенюшки, банановые чипсы, к примеру. Но мы не решились. Брать банановые чипсы. Но, видите, цены достаточно дешевые. Вот набор всевозможных орехов. Орехи тоже у нас достаточно дорогие. Сладости, зефирки. И все в упаковках. То есть, как еще раз я говорил, все, что может долго храниться. И в большинстве своих случаев не от самых топовых фирм, и не от самых топовых распространителей. Но это никогда ни о чем не говорит, потому что даже у менее известных фирм могут быть очень вкусные товары. Вот птичье молоко. Кстати, неплохие конфетки. Мы взяли, уже попробовали. Об этих я вам сказать не смогу. Вот, собственно говоря, цены. То есть, 750 грамм до 3 евро. Кокосовый чок 3 евро 270 рублей, если переводить. Ну, это очень-очень недорого. Ну, вот коржи всевозможные, да, то есть, для приготовления. Но так как мы не кондитеры, то нам как-то не особо интересно было это брать. Но выбор достаточно широк. Вообще, вот так вот, если посмотреть, то ассортимент составлен достаточно разумно. И разумно определено, опять же, выбор места, где находится этот магазин. Потому что, ладно, если московский форштат вынести за скобки, но для ветеранов-аборигенов московского форштата тут тоже есть интересные товары. В частности, алкогольный раздел, который достаточно насыщенный всевозможными товарами и дешевый алкогольный. Но мы, собственно говоря, вернемся к этому чуть-чуть попозже. То граничащий с ним район Тенгаракс, он не относится к самым богатым районам Риги. Он такой, изначально считался район победнее, населенный рабоче-крестьянским населением. И поэтому, скажем, для них это очень-очень удобно. Они на трамвайчик даже сели, сюда приехали и закупились, что им надо. То есть, я думаю, что это достаточно правильно выбранная точка. И под них собран ассортимент. Потому что в дорогом секторе конкуренция выше крыши. А в бюджетном секторе они как раз вот так очень в елочку зашли и очень хорошо заняли место. И когда ты идешь покупать бюджетные товары, то тебе в принципе-то и все равно, как эти товары там у тебя уложены. Главное, что ты их домой принесешь и употребишь, и тем самым сэкономишь денежку. И люди идут, да, действительно, не скажешь, что там просто толпа бегала. Ну, во-первых, это рабочий день. Но, как вы видите, на кадрах попадаются люди. И плюс еще не надо забывать, что у нас, во-первых, мы не старались снимать людей. Во-вторых, у нас есть ограничения на максимальное количество посетителей. То есть, вот сколько корзинок у входа стоит, столько людей и может зайти, согласно нашим всем этим ограничениям. И постоянно кто-то приходил, кто-то уходил. То есть, определенная ротация была. Ну, вот кофе, к примеру, евро 49, да, то есть растворимый. Ну, скажем так, я такое не пью, но для людей, я просто так видел в магазине, и в магазинах оно стоит дороже. Вот это вот, именно вот эти коричневые банки, которые видел. Вот это вот, евро 84, 250 грамм, не знаю, что это за кофе, но в магазинах 250 грамм, ну, дешевле 3.20, 3.30, но если только по какой-то жуткой акции, если мы говорим о Якобсах и всех прочих. Вот, кстати, вот какао, турецкое какао тоже попробовали. Дочка у нас достаточно привередливая, но, в принципе, неплохое. Что за Махбуба, понятия не имею, Махбуба 4 евро стоила за такую вот большую пачку, но дочка пьет, а если дочка пьет, значит, более-менее-менее более приличная. Ну, 2.79 за табуреточку, да, то есть, ну, сложно сказать, что себя представляет эта табуреточка, но, как бы, неплохо. Ну, чай, да, то есть, дешевле грязи. Но мы, опять же, не брали, может быть, и хорошее, а может быть, действительно, какие-то там опилки, да, то есть, потому что фирмы какие-то неизвестные. И вот, конкретно, если говорить про чай, да, то есть, и вот прочие вот эти продукции, ну, как-то, ну, уж слишком дешево, да, то есть, там, тут даже не в 2 раза, а в 3 раза дешевле, да, то есть. Вот, гранатовый сок, да, то есть, 84 цента. Что удивительно, гранатовый сок сделан в Эстонии, я вот обратил внимание, я специально почитал, мы взяли. Да, конечно, это не азербайджанский гранатовый сок, но, в принципе, более-менее, менее-более пить можно, учитывая, что азербайджанский стоит дешевле. Вот украинская джика, пока не пробовали, но по цене тоже достаточно интересная. Какая-то фирма Жирнов. Не знаю, что она, что это за фирма и откуда, но вот взяли попробовать. В общем-то, и даже вот в продуктовом секторе есть выбор, есть выбор, можно подобрать, что вам интересно, что вам надо. То есть, нет, нет того, чтобы совсем уже бедненько было всевозможные консервации есть, и заморозки, и сладости. Так что, можно выбрать. Причем, опять же, очень выгодно, если у вас большая семья, да, то можно выбирать в большой таре, в большой упаковке посмотреть. Вот, кстати, вот только что мелькала паприка, то есть, болгарский перец, так называемый, на экране. Вот что единственное, можно сказать ему в минус, то, что дата изготовления у него декабрь. А в Польше в декабре никакого перца нет. Значит, как-то до декабря этот перец там хранился. Ну, вот, собственно говоря, вот такой вот беглый обзор продуктов. Это уже, действительно, чтобы посмотреть более серьезно, вам надо ехать туда самими смотреть. Но общее представление о магазине, я думаю, вы получили. Ну, что ж, теперь переместимся к алкогольным рядам. И, собственно говоря, на этом, наверное, мы и закончим наш тур по магазину мэра. А нет, все же нет. Перед тем, как мы переместимся к алкоголю, я хотел бы тоже обратить внимание на такой достаточно широко представленный раздел. Это приправы, всевозможные пряности, перец, куркума и другие приправы. Вот, в частности, вот это российского производства набор мельничек для приправ. То есть, вы их сами мелите, и они поступают в нужном вам количестве на блюдо. Мы взяли, посмотреть. Пока еще ничего не мололи, но, конечно, неизвестно, как будут работать вот эти вот все вещи. То есть, приправы, например, приправы для шашлыка, куркума. Они действительно реально дешевые здесь. То есть, Тименес, как это по-русски, забыл. Я потом напишу титрами, что это такое. Смесь четырех перцев. То есть, ну, это укроп. И все-все-все по весьма-весьма-весьма демократичным ценам. Приправы для свинины. Вот, конечно, производитель, опять же, из серии No Name. Но, с другой стороны, что вы хотите требовать от производителя этих приправ? Пахнут? Да, нюхали, пахнут. Раскрывали. Ну, как будет с блюдами, можно посмотреть. Но я сомневаюсь, что здесь разница в качестве будет настолько большая, чтобы уже настолько критично было. Вот это тоже достаточно интересная вещь, ради которой даже сюда имеет ехать смысл. В целом, где-то в два раза дешевле, чем аналогичные приправы в сетевых магазинах. Будь то RIMI, будь то MAXIMUM. Вот это такой вот интересный момент, на котором я хотел заострить ваше внимание. Ну, что ж, сейчас направимся к алкоголю. Ну, что ж, алкоголя тоже достаточно. Он много и разный. Опять же, все в рамках концепции мэра. Нет особо дорогих товаров. Есть более дешевые линии, более дешевые марки. Но, опять же, опять же, их цена. То есть, цена для тех, кто не употребляет наиболее дорогие марки, она, наверное, является главным определением. То есть, вот, к примеру, молдавской бренде Aist. Мы уже запутались, сколько этих Aist. Этот южный какой-то Aist. Но это, наверное, молдаване, пользуясь тем, что у них есть белый Aist, черный Aist. Это знаменитое бренде, или как раньше в советское время назвался коньяк. То вот они сейчас плодят вот этих Aist с упорством, достанным лучше применения. То есть, вот какие-то ликеры по 3,59, вино какое-то. Но, в принципе, я говорю, как для алкоголя, это достаточно дешево. Достаточно дешево, но крепкий алкоголь мы практически не употребляем. Но вот категория пива тоже достаточно широко представлена, различная. И есть выбор. Да, вот, например, есть часть, вот, например, вот как это пиво, которое вот сейчас вы видите на экране. И черт его знает, что за пиво, впервые такое вижу. Ну, кстати, не взяли, но мы брали более другие. Я попробовал, в принципе, все три сорта оказались более или менее нормальными и употребленными. Да, конечно, вот присутствует вот Apenidis. Это наша дешевая линия для любителей недорого выпить. Это немецкое, по-моему, пиво какое-то. Ну, тоже встречается. Но я говорю, все, все весьма недорого, потому что банка пива стоит в районе 60 центов. В магазине они стоят в районе 80. Это со скидкой. А так, средняя цена банки пива в районе еврика. То есть, в принципе, пиво здесь брать можно. Если вы живете рядом и хотите пивка, а судя по тому, некоторым людям, которых мы видели среди посетителей этого магазина, некоторые сюда приходили конкретно с целью затариться алкоголем, то есть, в принципе, это даже имеет смысл им сюда бегать. То есть, по 60 центов, это 40 центов с одной баночки. Ну, вот считайте. 5 штук купили, вы можете еще 2 на халяву получить. А если у вас цель дешево и сердито выпить, то вы нашли, собственно говоря, свою точку счастья. Это я не говорю уже про ликероводочные продукты. Да, есть, куда же без этого, есть еще корма для животных. Ну, честно говоря, здесь я не знаю. То есть, это хороший кошачий корм или плохой. Но цена у него такая, как и у многого, достаточно дешевая. То есть, вот для собак что-то есть. Но тут, я говорю, тут надо смотреть. И потому что все-таки дешевая цена, это не значит то, что, скажем, этим надо кормить своего питомца. Ну что ж, будем не спеша закругляться, так как уже и так ролик получился достаточно длинный. А у нас сейчас тенденция во всем мире идет к тому, что ролики должны быть короче. Чем короче, тем лучше. Скоро уже, наверное, и 30-секундный ролик будет долгий. Надо, главное, высмотреть двухсекундный ролик, чтобы лишь бы что-то успеть, что-то сделать. Но если наше мнение о магазине Мэра, то я могу сказать одно. Ну, что, в принципе, в магазин Мэра приезжать имеет смысл. Как я уже говорил в начале ролика, да, это не магазин для ежедневного посещения. Вот, кстати, вот что забавно, вы сейчас видите на экране, полочки почищены. Это самые вот такие ходовые, как я понимаю, товары, которые достаточно быстренько сметают. Вот, отсюда вот стейк курицы 3.69 за кило, это, ну, это очень дешево, да. То есть, или какая-то салямики Дайняйского завода. Ну, не знаю, но тоже. Но вот их осталось 4 штуки, значит, люди раскупили. Ну, значит, наверное, интересно по ценам. Причем эти вот полочки у них вынесены поближе к кассе. Может быть, конечно, по известной маркетинговой традиции сюда спихивается то, что надо продать побыстрее. А может быть, самые ходовые товары. Не знаю. Но так как народ разбирает, то, наверное, все-таки оно имеет какой-то не только смысл из-за дешевой цены, но, наверное, и по вкусовым качествам. Потому что часть полок была откровенно пуста. Я не думаю, что их держали изначально пустыми. То есть, если у вас есть возможность, да, я бы вам советовал заезжать в мэра, по крайней мере, если вас не устроят продукты питания, то в качестве бытовой химии вы, я думаю, что останетесь довольны. Такие есть много достаточно мелочей. И даже не мелочей, а вещей для дома, которые можно и нужно покупать. Потому что, я не знаю, есть ли принципиальная разница, чем вы моете там пол или чем вы моете руки. Ну, конечно, если вы живете, условно говоря, во дворце, наверное, вам там надо какую-то более дорогую химию. А если вы живете в типовой квартире, то я не уверен в том, что трехкратная, к примеру, переплата за какую-то химию из магазина будет гораздо более эффективна, чем покупка чего-нибудь дешевого из мэра. Мэра даст вам как бы то, что вам надо. Я думаю, что каждый найдет то, что ему интересно, благодаря тому, что здесь весьма широкий ассортимент выбора товаров и весьма демократические цены. Вот такой вот светофор в Европе. Причем он точно есть не только в Латвии. Я знаю, что он в Германии есть. Эти магазины еще где-то были. То есть российская сеть постепенно продвигается на европейский рынок. У нас, считайте, за два года это появился второй магазин. Но посмотрим, будет ли он развиваться. С другой стороны, чего бы ему не развиваться. Тем более, что для, к примеру, провинции, где народ, скажем так, не по-беднее, менее состоятельный. Там просто больше людей, которые получают ближе к средней зарплате в провинции. Скажем так. То, я думаю, он будет востребован еще больше. Если вам понравился ролик, или вы его сочли полезным, то ставьте лайк. Если кто-то еще не подписан на канал, то подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте нажать колокольчик. Так как YouTube для нас является только хобби, то ролики на канале у нас выходят нерегулярно. Если вы нажмете колокольчик, то вы не пропустите новые ролики. До новых встреч в эфире. Чао!